На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Локомотив обыграл резерв Гомеля. После финального свистка счет на табло был 3-0 в пользу железнодорожников. Тем временем основная команда Гомеля уже начала учебно-тренировочный сбор в Анталии. Зелено-белые планируют провести пять спаррингов. Соперниками гомельчан станут казахстанские клубы Акжаик и Кызылжар. Украинская металлист 1925 и Волынь, а также футбольный клуб Лахти из одноименного финского города. В выездном списке значится 20 футболистов. На сборах отсутствуют нападающий Юрий Музыченко и вратарь Кирилл Котов. Они отданы в аренду Речицкому спутнику. Сбор в Турции продлится по 13 марта. Напомню, что Гомель стартует в национальном чемпионате Беларуси высшей лиги 29 марта. Зелено-белые сыграют дома с Гродненским Неманом. Сыграны очередные поединки чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужчин. Команда Годсор сборной Гомельской области на своей площадке не создала проблем Витебскому Рубону. На большой перерыв дружины ушли с разницей в 20 очков в пользу гостей. Финальная сирена зафиксировала крупную победу Рубона 115-88. И к другим матчам тура. Гродно 93 обыграл Смоки 2 лишь в овертайме 90-85. Брест одержал победу над Принеманьем 94-74. Импульс обыграл Ирцобс Дюшор 92-71. В следующем матче регулярного чемпионата Годсор сборная Гомельской области поедет в гости к импульсу Бгуир. За тур до окончания регулярного чемпионата Белоруссии по хоккею определились все четвертьфинальные пары плей-офф экстралиги. В предпоследнем туре гомельчане встречались в гостях с Лидой. На рысе сумели сравнять счет в третьем периоде. В овертайме команды сохранили паритет, а вот в серии после матчевых бросков сильнее оказались гости. Гомельчане одержали победу 2-1. По результатам этой встречи определились все пары плей-офф экстралиги. В четвертьфинальных сериях до четырех побед Гомель встретится с Динамо Молодечно. Юность сыграет с молодежной сборной Белоруссии. Неман с Лидой, а Шахтер с Металургом. Плей-офф экстралиги стартует 6 и 7 марта. Гомель начнет серию в Молодечно. Начало обоих матчей в 19-0-0. В плей-офф высшие лиги уже известны полуфинальные пары. На второй стадии нокаут-раунда Гомель-2 встретится с Неманом-2. Белорусь Ю-17 сыграет с юниором. Первые игры Гомель проведет 3 и 4 марта на домашней площадке. Начало матчей в 17 и 13-0-0 соответственно. Ответные игры назначены на 7 и 8 марта. В Гомеле стартовал открытый республиканский турнир по фехтованию «Клинки Полесья». Лучших определяют среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Свои команды на соревнованиях выставили все области и город Минск. Выступать здесь будут и лидеры нашей сборной Алексей Терещенко, Артур Галайденко и Анастасия Назарова. Сегодня и завтра проходят соревнования у саблистов. В воскресенье и понедельник борьбу за медали будут вести раперисты. В этом году больше участников будет, на порядок даже больше. Очень много малышей добавилось на этот турнир. Вот сегодня у нас 2008 год и младше только 30 человек этого возраста. 2006-2007 20 мальчиков. И 4-й и 5-й год тоже 20 мальчиков. То есть малышей вот уже у нас много прибавляется. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.